Вы знаете, я, может быть, даже на фоне Путина хотел бы обратиться к тем людям, которые его окружают, и тем, кто еще слушает его. Вы знаете, такой диссонанс, спекуляция, кощунство, цинизм. Я не знаю, какие еще можно употребить слова, чтобы определить все, что он сегодня делает. С одной стороны, 9 мая, день победы над нацизмом, и люди идут с портретами бессмертного полка в Российской Федерации. С другой стороны, ежедневные ракетные артиллерийские обстрелы Украины, страны, которая еще вчера сражалась с этим нацизмом. Полнейшее уничтожение русскоязычного населения в Украине, разрушительные атаки на инфраструктуру Украины, эти хвалебные марши, техники, обстрелы. Вы знаете, это все не укладывается у меня в голове, и, наверное, все-таки обращаясь к нему бы сказал, Слушайте, ну, никто в это не верит уже. Никто не верит. Прекратите уже, снимайте маску до конца. И скажите, что вы сегодня совершенно другая страна. Вы страна-агрессор. Вы сегодня без всяких оснований вторглись в суверенное государство. Убиваете здесь людей, детей, рушите наше... Все, что мы строили здесь, вы рушите. Варварский рушите. В Украине. О чем вы их сегодня рассказываете? Вот вы речи 9 мая об Одессе. Специально уделили внимание Одессе, в которую нанесли ракетный удар. И убили человека. Но, знаете, как... Хотелось бы говорить, хватит врать. Уже заврали до такой степени. А говоря о том, что они уважают Одессу и понимают одесский юмор и жаргон, я бы сказал, в Одессе это не едят. То, что вы нам пытаетесь преподнести. Уже самый, наверное, юный одессит видит вашу заботу и любовь к нашей стране и городу в частности. Прекратите, если есть еще что-то у вас сохранилось, прекратите войну в Украине.